Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Шарль Лебрен, французский художник и теоретик искусства, глава французской художественной школы эпохи Людовика XIV. Данные я беру из Википедии. Он родился в Париже. В 11 лет по протекции будущего канцлера Франции Пьера Сигье поступил ученики к Симону Вуэ. В возрасте 15 лет выполнял заказы кардинал Ришелье, где был замечен признанным мастером Никола Пуссеном. В 1642 году отправился вместе с Пуссеном в Рим. Благодаря стипендии проработал в Риме под началом Пуссена 4 года. Вернулся в Париж и приобрел новые влиятельные покровители, в том числе суперинтенданта финансов Никола Фуке, по заказу которого был написан портрет Анны Австрийской. Затем перешел на службу кардиналов Мазарини. Приобрел уважение у Кальбера. А при ее класти Кальбер возглавил многочисленные художественные учреждения, фабрики Франции, на которые опиралось культурное влияние Короля Солнца. Лебрен и его протеже в 1648 году организовал вновь созданную Королевскую академию живописи и скульптуры, а в 1660 мануфактуру гобеленом, действующей по сей день Французской академией в Риме в 1666. Лично руководил академией и промышленными цехами. Лебрен непосредственно повлиял на вкус и мировоззрение целого поколения художников, став важнейшей фигурой стиля Людовика XIV. Сам король разделял и поощрял искусство Лебрена, в особенности после триумфальных торжеств 1160 года. Он заказал Лебрену серию полотен из истории Александра Македонского. Первое же из них принесло художнику дворянство и титул первого королевского живописца, а также пожизненную пенсию. С 1662 года Лебрен контролировал все художественные заказы двора. Он лично расписывал залы Аполлоновой галереи в Лувре, интерьеры замка Сен-Жермен и Версаля, военный зал и зал мира. Читал цикл лекций в Королевской академии. Господинем Кальбиера, маркиз Дилуа, в бреки воли короля, пытался отстранить Лебрен от работы при дворе, но академия, верная Лебрена, перезбирала его на новый срок. Придворные интриги подорвали здоровье старейшего художника. Его номер 22 февраля 1690 года в возрасте 70 лет. Не успев завершись росписью Версаля, которую доделал по его эскизам Ноэль Куапель. В числе его известных учеников Николя Бертен. Ну вот и все, что мне удалось найти в Википедии о Шарле Брени, французском художнике теоретики искусства, главе французской художественной школы эпохи Людовика XIV. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok